Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем изучать мнение иностранных болельщиков о наших российских командах, выступающих в Лиге Чемпионов. И сосредоточимся на Краснодаре, который, к сожалению, не смог удержать победный счет в матче против Севилья. Итоговый результат 3-2 в пользу испанской команды. Ну и на фоне всего этого мне стало интересно, что же пишут местные испанские болельщики. Давайте узнаем. На сайте inoprosport.ru были собраны самые интересные комментарии на данную тему. Ну а я, с вашего позволения, зачитаю вам перевод этих мнений для нашего общего ознакомления. Поехали! Футбольный легион. Идеальное хобби для настоящих мужчин. Виртуальный футбольный мир. Здесь все по-взрослому. Вы управляете своим футбольным клубом и участвуете в соревнованиях с другими людьми. Все как в реальной жизни. Тренировки, игры, трансферы, национальные чемпионаты, интеркубки, чемпионаты мира. В расписании пару матчей в неделю. А кому мало, для того онлайн-турниры каждый час. А вдобавок живый форум и сообщество любителей футбола для общения. Ссылка в описании. ИГС написал. Дайте Оскара этой игре. Потрясающий сюжет. Ну, сюжет потрясающий. К сожалению, финальный сюжетный твист оказался не самым приятным. Мы не смогли удержать преимущество. Эллен Инвулф написал. Краснодар чуть не подарил нам инфаркт в этом матче. Ну что ж, российская команда постаралась, чтобы испанские фанаты нервничали всю эту встречу. Дэмин Агос написал. Эпическая победа. Особенно учитывая то, что соперник достаточно высокого уровня. Я бы сравнил их качество игры с Бетисом. Ну, Бетис это принципиальный соперник для Сивильи. Это их соседи. Поэтому здесь, ну, в каком-то смысле, тоже, можно сказать, комплимент для нашей команды. Экторс написал. Соперник однозначно слабее нас. Однако, надо признать, Сулейманов положил шикарный штрафной удар. Ну, Шапи, красавчик, тут не поспоришь. И будем надеяться, что этот красивый штрафной добавит ему уверенности. Фэгатюнер написал. Спасибо Краснодару за крутой и эмоциональный матч. Эстер Гэбрил написал. Сивилья вытащил сегодня матч, который способны были вытащить немногие команды в Европе. В первые 20 минут у нас все валилось из рук. Два подхода русских закончились забитыми мячами со штрафного и пенальти. А в итоге мы добились победы. Гуго. Ну что ж, конец матча. Как же все плохо складывалось для нас. И насколько важен этот триумф. Мои поздравления. Ну, матч действительно вышел травматичным. И для нас, и для болельщиков Сивильи, к сожалению, в итоге добились победы именно испанцы. СНМ. Был бы совершенно несправедливо, если бы мы проиграли этим футболистам. Надеюсь, данный камбэк придаст нам моральных сил на оставшиеся матчи Лиги Чемпионов. Эстер Габриэл. То, что проделала сегодня Сивилья, это было эпично. Проигрывать 0-2. Остаться в меньшинстве на весь второй тайм. И все равно праздновать победу. Ну, а судья, конечно, тот еще нехороший человек. Тут матерная фраза на испанском. Не буду его, скажем так, ее цитировать. Хуан Фра. Сивилья была безоговорочно сильнее Краснодара. Совершать этот камбэк было очень важно. Он поможет нам в психологическом плане. Карлеоне. Что ж, к счастью, я не смог посмотреть этот матч. Потому что, если бы я его смотрел, у меня бы точно случился сердечный приступ. Хорошо, что все хорошо закончилось. Ну, для Сивильи закончилось все хорошо. Для нас, увы, не особо. Будем рассчитывать на ответную встречу в России. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока. Пока.